Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я буду делать переоплощение. Эта рубрика достаточно популярная, когда блогеры показывают, как они переоплощаются в своих любимых персонажей. Например, Кэрмбэйби это снимала, и я снимала что-то подобное еще далеко, еще когда был карантин. Первый карантин. Сегодня я покажу вам три интересных образа, которые вдохновлены моими любимыми персонажами. Если честно, мне не хочется делать долгое вступление, потому что они терпятся уже начать, поэтому давайте начнем. Извините за мой убитый и ничтожный вид, я просто только что проснулась, поэтому я еще не успела привести себя в норму. Думаю, что по идее это не должно быть большой проблемой. Нужно сделать что-то такое. Я вдохновилась вот этим вот персонажем, это Шинобо из клинка рассекающего демона. Для этого я даже поехала к моей подружке-косплеерши. Я взяла плейный халат, прям как у нее. Потрясающий халат просто, ну что это такое вообще? Вы посмотрите, как можно просто на этого персонажа не сделать какой-то закос, учитывая, насколько все это великолепно и потрясающе выглядит. Я не хочу делать косплей, это ключевое. Я хочу сделать именно образ, который был вдохновлен этим персонажем. Первый шаг. Понять, что с этим кимоном можно надевать в качестве подложки. Это точно не подходит, оно вообще грязное. Это на пол, в стирку. Почему у меня вообще грязный топ лежал там, где чистые? Давайте выберем то, что лучше всего подойдет. Вариант номер один. Второй вариант. Блин, вот этот топ, мне кажется, в сочетании с этой накидкой выглядит очень приятно. Вариант номер три. Последний вариант. Мне кажется, все очевидно, надо именно так и оставлять. По-моему, самый лучший вариант. Как бы вы оставили, если бы были на моем месте? Ночная бабочка, ну кто же виноват? Быстренько делаю тон. Кстати, ребят, что вы сейчас смотрите? Что у вас самое любимое сейчас? Мне кажется, я уже все пересмотрела, поэтому хочется чего-то нового. Посоветуйте что-то. А как он сушится, смотрите, что у меня есть. Сейчас я вам покажу косметику, которую мне прислали. Недавно мне прислали вот такой вот потрясающий, невероятно красивый пакет с косметикой 7 Days. Предлагаю сейчас всем вместе посмотреть, что же там находится внутри. Вот что здесь было. Давайте вместе посмотрим эту косметику. Короче, эта косметика непростая. Она с эффектом того, что когда ты ее используешь и в темноте тебя подсвечивают специальной лампой, получается неоновый эффект, и она очень круто светится. Если что, эта лампочка выглядит так. Это самая обычная лампочка, просто с эффектом ультрафиолетового свечения. Можно, в принципе, этой лампочкой целую комнату осветить. Смотрите, как круто. А что если с макияжем? Немного пудры. Пудрила тебя, моя белая пудра. Потрясающе пою. Пудрила тебя. У меня появилась идея. Я никогда не рисовала на своих глазах что-то подобное. И я хочу сделать максимально красиво, но я не знаю, как получится. Пожелайте мне удачи. Начинаю с белого карандаша. Я хочу делать розовые бабочки, и я хочу, чтобы они светились в темноте, поэтому я беру вот это и ношу на внутренний уголок глаза. Примерно до середины зрачка. Оно прям реально неоновое-неоновое. Офигенно. Теперь я возьму сиреневый. Кстати, мне кажется, должно получиться очень интересное сочетание. И его я наношу уже к внешнему уголку глаза. Теперь я все это хочу растушевать с обычным вот этим вот бежевым цветом. Подчищу консилером здесь, чтобы линия прям была очень-очень прямая. Сейчас будет суперсложная часть. Нужно будет рисовать крыло этой бабочки. Вообще не представляю, у меня получится или нет. Мне так стрёмно. Очень стрёмно. Поэтому я начну с розовой подводки. Пробуем. Ты сильная. Ты сможешь. Второй глаз. Шансов на то, что это будет нормально, практически нет. Хочу сменить подсветку, а то все как-то сливается. Пусть синее будет. Если честно, я думала, что будет гораздо в миллион раз хуже, но это... Это нормально. Если что, я не рисую сиськи. Капец. Это что, я нарисовала? Это что, я нарисовала? Это реально я нарисовала? Да не, не может быть. Не может быть, чтобы это я нарисовала. Это я сделала? Ты еще ничего не доделала, успокойся. Ну, нарисовала, нарисовала, а что бубнить-то? А что мело старое вообще использовать-то, а? Нани, нани, кури. Ня-я-я. По вероятности того, что я это не встрою, если сейчас буду обводить по контуру. Почти никакой. Блин, я себя очень странно чувствую. Очень странно себя чувствую. А-а-а, блин. Берем тушь. Заканчиваем прекрасный макияж. Кстати, ребят, по поводу вот этой вот косметики, я думаю, мы все уже прекрасно поняли, что она потрясающая. В инстаграме аккаунта Seven Days прямо сейчас происходит розыгрышный набор, которым я сейчас крашу. Чтобы принять участие в этом конкурсе, просто переходите по ссылочке, которая у меня висит в описании видео. Условия там будут максимально простые. Достаточно просто подписаться на аккаунт Seven Days и отметить своих друзей в комментариях под постом с розыгрышем. Добавим помаду. Ну, а если вы, кстати говоря, не хотите ждать, то можете просто заказать эту косметику на Wildberries уже сегодня. Обе-таки ссылка я оставлю вам в описании. Запомните меня сейчас. Знаете, что я подумала? У меня есть вот такая вот розовая тушь для волос. Да, это тушь для волос. Может быть, мы сделаем кончик челки тоже розовый, потому что у персонажа он сиреневый. Мы сделаем розовый, заодно посмотрим, что это такое. Считаю, что я вообще первый раз все это делаю, я не совсем понимаю, как, но даже у меня получается. Потрясающе выглядят. И зачем я вообще волосы свои красила, если можно было бы просто купить тушь для волос? Так, запомните, как выглядит мой макияж сейчас. Он выглядит так. Теперь с лампой. Это вообще как? Боже мой! О, и посмотрите! Оно ж вообще... Вы посмотрите на это! Посмотрите! Оно... Офигеть! Офигеть! Это так круто! Это так круто! Жесть! Волосы прям светятся. Посмотрите, какой крутой макияж! Я вообще в шоке! О, у меня нет слов. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк на это видео. Я очень старалась, я в шоке. Это безумно классно. О, да. Обязательно напишите, какой образ вам понравился больше всего. Если вам нравится эта рубрика, обязательно поставьте лайк. И я буду делать больше видео такого формата. Знаете, кто один из моих самых любимых женских персонажей? Стар против сил зла. Стар Баттерфляй! И поехали! Для начала надо переодеться. У меня есть вот такое универсальное платье, которое можно использовать на многих персонажей. И Стар не стала исключением. Волосы, что такое? Что же на падение? Почему оно нападает? Объясните, пожалуйста. Вы по какой причине нападаете? По какой? По какой причине вы нападаете? Оно не отвечает. Начнем с тона. А кто ваш любимый персонаж из мультсериала? Вообще, вы будете в этом году Хэллоуин отмечать или нет? Такой макияж можно использовать, как макияж для Хэллоуина. Девочка, которая не умела краситься. Я воспользуюсь вот этими тенями, которые средние. И нанесу их в сладко верхнее веко. Перерастушевываем с оттенком, который посветлее. На нижнее веко я кладу уже известный нам белый вот этот вот маркер. На верхнее веко я добавлю вот эти вот серебристые тени. Мне они очень понравились. Мне кажется, должно смотреться симпатично. О, они с розовым хромом, посмотрите. Прежде чем закончить глаза, нужно нарисовать сердечки на щеках. У меня есть как раз для этого розовая вот такая вот подводка. Давайте ее заценим. Ну вообще, по идее, должно получиться очень легко и красиво. Единственный момент, чего я хочу сделать, я хочу до этого подложку сделать из этих же теней. Вот возьму вот этот вот оттенок, который я использовала у себя на верхнем веке. Места, где у меня будет сердце, нанести как будто румяна. Кстати, здесь еще были вот такие вот штампики, тоже в форме сердечек. Наверное, это был правильный мув. Ну а теперь сердечки. Так, нижние ресницы. Блин, засчитала, что вот эта щеточка. Блеска для губ. Тоже за это коробочки. Ох, о боже, нет, о боже, нет. Нет, нет, нет. Это со вкусом лимона, что-то такое. Это очень вкусно. О боже. Это со вкусом лимонной карамели. Я обожаю лимонную карамель. Это реально очень вкусно. Пец, мне очень нравится, как получилось, боже. Какой мой образ нравится пока что больше? Этот или этот? По мне этот вообще прикольнее, хотя тот был гораздо более запаренный. Блин, это такая милота. Это я включаю лампу. Офигеть. Оно светится. Охренеть. Посмотрите. Просто прикол. Боже, ребята, сердца. Что это? Что за колдунства такие? Что за чудеса? Я придумала такой третий образ. И вы сейчас офигеете. Если это сработает то, как я думаю, то будет просто лучший образ. Образ будет вдохновлен игрой Among Us. Я придумала какой-то невероятный образ, по крайней мере в голове. Он выглядит именно так, поэтому давайте начнем. Я начинаю с базы. Такой продукт, как база под макияж, вызывает у меня много вопросов. Я все еще правда не понимаю, в нем есть смысл или нет. Вот фиксаторы есть, а в базе под макияж... Для моего образа нужно идеальное лицо. Надеюсь, что тон с этим справится. А, подождите, стоп. Я не совершу эту ошибку. Не в этот раз. Прежде чем нанести тон, нужно переодеться. Правда, я до сих пор не знаю, в каком цвете делать персонажа. Это будет макияж импостера. Импостера! Красный импостер. Практически импостер написан. Правда, иллюзионист, иллюзионист. Фантазер-то меня называла. Импостер. Цвет, я думаю, тоже можно на красный поменять. Красный. Еще у меня есть парик. Наверное, я его уже после того, как я сделала, надену. Вы верите, чтобы лицо становилось лучше или пока что нет никаких изменений? Хочу сделать, как будто у меня маска на лице, как у них. Тут есть даже специальный вот такой вот белый карандаш. Посмотрите, насколько насыщенный, пигментированный. Я думаю, прям им идеально будет маску делать. А давай, подождите. Сначала нужно сделать макияж глаз и бровей. Хочу, чтобы мои брови были прям тонкие, черные и длинные. Дерзкие. Рисую стрелки. Будут странные стрелки. Сейчас еще задача симметрию сделать. Теперь возьму вот этот вот цвет, самый светлый, из вот этой вот замечательной палетки. Заодно попробуем его. И здесь вот высветлю. Я буду рисовать маску сейчас. Карандаш лучший. Мне прям даже так нравится. Но мы сейчас это доведем до супер-мега-идеала. Если вас потом вдохновить сделать макияж с импостером в моей версии, обязательно отмечайте меня в инстаграме. Не забывайте, я буду вас лайкать. Это шо-то с чем-то. Хотела, как в той песне, знаете, которая в ТикТоке очень активно форсится. Собственно, которая меня и вдохновила на создание этого образа, но получилось. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Когда происходит какой-то очень мега-эпичный момент в мега-эпичном боевике, и тут вместо того, чтобы услышать пронзительный, томный грудной крик, ты слышишь «Лэээ». Мне понравилось это дело. Давайте посмотрим еще подборку. Лээ, 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 лэээ. Самый функциональный парик из всех моих парифов. Так часто, как этот парик, ни один парик другой не использовался. Недавно я купила парик за 40 тысяч. Иногда мне кажется, что мне очень нравится, как я смотрю с красной цвете. Я без понятия, как нарисовать импостеров и не обосраться. Я уже не буду ни о чем зарекаться, потому что однажды я сказала, что я не буду себе делать бело-красные волосы. И я сделала себе белые-красные волосы. Ах, как вкусно, ням-ням-ням. Ты елой, ну и додзи вошли в чат. Я не буду делать себе красные волосы. Я сказала, что я не буду зарекаться, но я сказала, это как утверждение. К хорошему, у меня есть аквагрим. Проблема лишь в том, что я не умею пользоваться аквагримом. Пишет, что это нетрудно. Вода, кисть, совмещено, красный, обмазываем, проверка, работает, опасность, боюсь. Начнем отсюда. Страшно, очень страшно. Меня зовут Богдан, я мамкин хулиган. Считаю, что это выглядит великолепно, если не знать, как это было сделано. Да, зачем я сделала его там, если вообще не будет видно на фотографии? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. У меня есть самокат и на компе Майнкрафт. Потрясающе. Вторая щека. Моя новая любимая вещь. Смешиваю красный и черный, чтобы тени добавить вот этому всему. Господи боже мой. Вот это вот что? Это что? Но я все-таки надеюсь на то, что образ будет креативный и прикольный, когда доведет он до конца будет Это красная помада У меня есть вот такие вот линзы, которые полностью прозрачные На плане это белая сетка Я их ни разу не надевала, я без понятия, что будет Мне стремно это надевать Почему она не надевается? О! О, боже мой! Вот эта крепота! Охренеть! Вау! Мне очень нравится Сразу прокрашу ресницы Да, тушь потрясающий, вопросов нет Охренеть, я это сделала Я это сделала Я, правда, ни черта не вижу Потому что надеюсь, что вы хотя бы видите, что происходит Но вот он, образ номер импостер Мне очень нравится Хотя, возможно, мне нравится по той причине Потому что я просто ничего не вижу Но, по-моему, это потрясающе выглядит Сейчас будет проверка Давайте проверим под той лампой Потому что, по идее, эта белая штука должна светиться Так сейчас выглядит макияж без лампы О! Подождите, я должны шторы за шторы Это нихрена! Оно реально светится! Подождите! Вот это круто! Вот таких образов на этом канале я еще не делала И не зря Я прям чувствую себя счастлива От того, что делала что-то крутое Потрясающе! Я сейчас сниму эти линзы Я вообще ничего у них не вижу О, боже мой! О, боже мой! Жалко снимать Блин, они слишком легко ушли Они ушли слишком легко Это вообще нормально, что они так легко ушли Что ж, всем спасибо за просмотр И всем пока! До новых встреч! Короче, я только что сделала макияж Я не очень понимаю, он хороший или плохой Вот, оттяни, пожалуйста Трэш, ты как будто в трэш-салон сходил Это что, какая-то шутка, если да, то... Ну, этого я точно не ожидала Типа...